Добрый день, дорогие братья и сестры! И сегодня, продолжая празднование Святой Троицы, вспоминая явление Пресвятой Троицы про отцу Аврааму, мы с вами продолжаем обращаться к древностям священного города Хеврон, но на этот раз обратимся к его окрестностям. Мы с вами рассказали о месте явления Святой Троицы Аврааму, даже о двух местах, которые с этим событием связаны. Одно принадлежит древней традиции, иудейской, и византийской, другое оказалось воспринято судьбоносным таким, как мы верим, образом традиции русской. И мы почитаем русский дуб Авраама, находящийся в районе, который так и называется до сих пор в Хевроне, Москубия, то есть Московия, московский район. Вот видите, в Хевроне есть московский район, не только в прочих городах и местах нашей с вами страны. А также мы говорили о последующей судьбе и месте погребения святых праотцов Авраама, Сары и их потомков. Но в связи с судьбой праотцов, наверное, имеет смысл упомянуть еще и о праотце Лоте, братаниче, племяннике патриарха Авраама, и рассказать о очень таком малоизвестном тоже и практически непосещаемом паломниками месте, которое расположено буквально в непосредственной близости к Хеврону, буквально в трех километрах от современного Хеврона. Если ехать дальше на юг по трассе 60, то буквально напротив Хеврона, в другую сторону от этого города, который современные мусульмане, кстати говоря, называют чаще Эль-Халиль, возлюбленный в память о том, что Авраам был возлюбленным другом Божиим. Вот с правой стороны у нас с вами будет при движении на юг Эль-Халиль, Хеврон, а с левой стороны будет поворот к селению, которое называется Бани-Наим. Это арабский палестинский поселок, примечательный тем, что там находится гробница патриарха и праотца Лота, святого праведного Лота. Конечно, у святого Лота у него такая не очень простая история, тоже содержавшая и падения, и ошибки, и вообще, надо сказать, что Лоту достался такой непростой жизненный путь, хотя он без сомнения был праведным человеком, и праведность его подтверждается словами Священного Писания, которое прямо называет и говорит о Лоте как о человеке праведном, который страдал, будучи вынужден проводить свою жизнь среди нечестивцев. Лот был сыном младшего брата Авраама Арана, то есть приходил с Аврааму племянником, и вот по особенности славянского языка в славянском тексте он называется братаничем. Такое слово было особенное в языке наших предков, которое определяло не просто племянника, а потомка именно брата, то есть который приходился племянником по брату, а не по сестре. Потомка сестры называли сестрич. Вот Лот был братанич Авраама, и вместе с ним совершил вот это великое славное переселение по особой воле Божией, совершенное за 2500 километров от древнего Харана в землю обетованную. Со своими стадами он проделал также этот непростой длинный путь вслед за своим старшим родственником. Но вот здесь, придя в пределы земли обетованы, их пути разделились, потому что, как говорит книга Бытия, пастухи, которые пасли умножавшейся стада двух праведников, стали ссориться между собою из-за раздела пастбищ. Авраам, который был кротким человеком, праведным, он не пожелал того, чтобы между родственниками возникали какие-то неизбежные в таком случае разногласия, ссоры, когда их пастухи, а пастухи, надо сказать, в древнем патриархальном укладе еврейских семей, в общем-то были тоже своего рода домочадцами, такими, ну, нишами, но все-таки практически членами семьи, от которых нельзя было тоже просто так обмахнуться. Он не хотел, чтобы вот эти разногласия вызывали споры между родными людьми, ссоры и вообще даже какие-то, не дай бог, и столкновения с членовредительством. Поэтому он сказал своему племяннику, вот вся земля перед нами, давай разделимся. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Если ты пойдешь налево, то я пойду направо. И по своему великодушию предоставил Лоту возможность выбрать первому то направление, в котором тот поселится. И надо сказать, что Лот совершил такой поступок, ну, простительной молодости, может быть, но не вполне красивый. Он выбирает, конечно, землю лучшую и лучшее пастбище, чем те, которые остались в Рааму. Раам отправляется в Нагорье, а Лот занимает изобильные долины, Низови-Фиордана, в которых в то время еще не выжженные пустыни, в которых еще достаточно много травы, и есть где разгуляться, расплодиться и пастись его многочисленным и тучным стадам. Ну, надо сказать, что вот эта такая алчность и непочтение к старшему родственнику оказалась достаточно быстро наказанным, когда коалиция из пяти царей разбивает, под руководством Кедарова Амера разбивает местных правителей пяти городов, расположенных вдоль берегов Мертвого моря, и Лот вместе со своими богатыми стадами и своими всеми домочадцами оказывается захвачен, уведен в плен. Если бы не великодушие и воинская отвага его сродника Раама, участь его была бы печальна. Но, как мы знаем, что Раам со своими 318 домочадцами пускается в погоню, настигает войско сопротивников, разбивает их, освобождает всех плененных, всю добычу возвращает, приносит жертвы Богу истинному через священника Милхи Седека, и вот возвращается к своей обычной жизни, поселяясь в одном из нечестивых городов в Содоме, куда к нему являются те два ангела, которые прежде навещали Авраама в его шатре, став вот таким чудесным прообразом тайны Святой Троицы, явившихся этому великому праотцу. И надо сказать, что Авраам, как об этом пишет книга Бытия, 18 глава, он после того, как узнает, познает божественное величие явившихся ему путников, он некоторое время сопровождает их в том пути, на который двое из них направляются. И здесь содержатся очень такие интересные слова, когда явившийся ему Господь говорит, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» И он открывает ему свой замысел о том, чтобы уничтожить нечестивые города, поскольку вопль садомский и гоморский велик, и грех тяжел весьма. Ну, мы знаем, что нечестивые жители этих городов предавались примерно тому же, чему сейчас так активно предаются жители современного так называемого западного мира и всячески пропагандируют эти ценности, всевозможных половых извращений, все то, что сейчас называется ЛГБТ+, все это когда-то в древности совершали жители этих нечестивых городов. И вот Господь желает удостовериться, сам посмотреть на происходящее, но Авраам по своему чеколюбию и жалеет даже этих великих грешников, а кроме того переживает и о своем родственнике, о Лоте, который, к сожалению, живет посреди этих нечестивцев. И поэтому, продолжая следовать заявившимися ему, он спрашивает их, говорит, что «Господи, ну ты же милосерден, ты же не погубишь и пощадишь это место, если вместе с праведными, вместе с нечестивыми и праведника, если найдется в этом месте 50 праведников, неужели ты уничтожил их вместе с этими городами?» И Господь говорит о том, что ради Авраама и ради этих праведников он пощадит эти города. И Авраам продолжает на пути исследования снижать это число и снижать, так что доходит до 45, затем 40, до 20, до 10. И когда уже снижает это число до 5, то не получает никакого ответа и никакого заверения о том, что ради пяти праведников будут пощажены все эти города нечестивцев. И Авраам сказал, «Да не прогневается, владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдутся там 10». Он сказал, «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Так вот, по преданию Авраам провожает явившихся ему ангелов, в данном случае уже ангелов гнева и возмездия, до как раз-таки пределов современного селения Бани-Наим. Оттуда действительно открывается великолепный вид на растевающиеся внизу скалы, ведущие к Мертвому морю и к долине, которая называется Долиной Благословения Папа. Поэтому древнее название этого места Кефар-Барух, еврейское название, гора Деревня Благословения, потому что здесь Господь благословил праведников, даже в числе там 10, ради которых Он бы помиловал и прочих нечестивцев. Это, так сказать, одно и одна из версий происхождения этого названия. Но также в более уже поздние времена, во времена царя Иосафа, здесь произошло также одно такое важное событие, описанное в второй книге про Липоменон, но о котором мы скажем чуть позже, поскольку оно оказалось связано с историей Лота. Не найдя, не обретя в этих городах и 10 праведников, Господь, как мы знаем, огнем и серой уничтожил нечестивых жителей Содома, Гоморы и прочих городов, которые были полны того же самого нечестия. Но Лота с его дочерьми и его супругой, то есть именно тех пять праведников, до числа которых не дошел Авраам в своем перечислении и взывании к милости Божией, Господь посчитал нужным вывести из вот этих гибнущих городов нечестивцев, так что они бежали в расположенные выше Сегор, по пути, в который, как мы знаем, жена Лота превратилась в камень. Паломники, которые посещали еще в Средние века и во времена Византии, как раз-таки в окрестностях селения Бони-Наим указывали вот этот соляной столб, в который превратилась жена Лота. А неподалеку от этого селения находилась та самая пещера, в которой поселился Лот вместе со своими дочерьми. И, как мы знаем, это совместное проживание было связано с таким очень тяжелым падением для праведника. Его дочери одна за другую напаивают своего отца вином и вступают с ним в противозаконное сожительство для того, чтобы от их уже престарелого отца получить то потомство, которое даст им мужчин, способных стать их защитниками в последующем и обеспечить продолжение существованию их рода. От этого беззаконного смешения произошли и маовитяне, и аманитяне. Дикие такие семитские племена, которые населили с собой противоположную сторону Иордана в тех горах Моава и Аммона, которые упоминаются под этими именами в Священном Писании, и где впоследствии возникло государство Идумея, из племени которого происходил царь Ирод Великий. Вот эти самые маовитяне и аманитяне во время царствования богочестивого царя Иосафа напали на Иудею, соединившись с жителями некой горы Сеир. И когда войско царя Иосафа подошло к Бани Наим для того, чтобы в лежащей ниже долине сразиться со своими врагами, они вдруг увидели чудо. На вооруженный стан их противников нашло какое-то необъяснимое безумие, наведенное на них Богом, так что они стали поднимать и обращать оружие против друг друга. Так что маовитяне и аманитяне истребили союзные им племена и друг друга. Войско царя Иосафата было получила, так сказать, победу без каких-то усилий и три дня собирала богатые трофеи, которые они обнаружили в стане своих врагов. Таким образом, эта долина стала называться долиной благословений, а селение расположено над ним деревней благословений Кафар-Варух, Кафар-Барух. И впоследствии в этом месте нашел по одному из преданий свое последнее упокоение и святой праотец Лот. Как мы знаем, он тяжело оплакивал свое грехопадение и даже вот сохранилась легенда такой преданий о появлении креста из трех деревьев, которые выросли благодаря тому, что Лот поливал их своими слезами. В византийское время в этом селении Кафар-Варух возникла одна из известных, довольно знаменитых лавр, относившихся к числу монастырей, которые окормлялись сначала преподобным Ефимием Великим, а потом его учеником Святым Савлой Освященным. Называлась эта лавра Капар-Вариха. В ней подвязался молчальник Иоанн и ряд других известных иноков. Впоследствии там по всей вероятности существовала Церковь Крестоносцев и святыней этих мест, хотя об этом нет упоминаний, по всей вероятности как раз таки являлась гробница Лота, которая почиталась там в это время. Сейчас над гробницей Лота построена мечеть, которая несет еще некоторые черты архитектурной постройки Крестоносцев, а у ее входа лежат колонны браморные, которые относятся к временам существования там Лаврика Парвариха. Сам вот Кенотав, гробница над захоронением Лота, как местные жители называют его Макам, Макам-Луд, он имеет точно такую же форму, которую имеют гробницы святых праотцов в Сионе, и точно так же покрыт таким тканом зеленым ковром, хотя находятся в намного более запущенном состоянии, чем почитаемые гробницы праотцов Махпели. Ну, ни евреи, ни другие паломники, к сожалению, сейчас это место не посещают, но если кто-то пожелает поклониться гробнице святого Лота и оказаться вот в этом селении Бани-Наим, то нужно проехать его по главной улице, если где-то заплутаетесь, то можете спросить как у местных жителей, как проехать к Макам-Луд, и вам покажут дорогу, она довольно простая, вы приедете к этой мечети, если это не пятница, вам разрешат в нее войти, поклониться гробнице Лота, Лота праведного, ну а также вы можете выйдя буквально за мечетью на окраину деревни насладиться прекрасным видом на долину благословений, на берега Мертвого моря, на те места, где когда-то нечестивцы были истреблены судом Божиим, а праведный Лот проявил свою добродетель вот в том же окружении, в котором сейчас приходится проводить свою жизнь, подвязаться многим из наших единоверцев и дай Бог, чтобы нам с вами не пришлось испытать на себе все то, что испытал этот великий праведник Ветхого Завета, память которого мы с вами сегодня вот так же вспомянули, привели в этой беседе, ну, благодаря его сродству с другими праотцами и близости места его погребения к тому самому Хеврону, о котором мы с вами беседуем в связи с празднованием Святой Троицы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Троицы. 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 Продолжение следует...